Всем привет! В прямом эфире на Грани Фолла. Меня зовут Евгений Табула. Продолжаем следить за межсезонием в белорусском футболе. Сегодня у нас много тем. Поговорим о Батео Славе, о Гомеле, о Брестском Динамо и о Бобруйской Белшине. Потому что сегодня главный тренер этой команды Михаил Мартинович у нас в гостях. Рад вас приветствовать. Ну а также в студии сегодня комментаторы телеканала «Беларусь 5» это Александр Свечковский, Федор Прошкин, Геннадий Соловей, Сергей Монскевич и Олег Завадский. Но начнем выпуск с пляжного футбола, потому что наша сборная Беларуси очень успешно выступает на чемпионате мира. Уже досрочно завоевала выход в плей-офф, сыграв два матча на групповой стадии, две победы. Мы в принципе знали, что у нас пляжники всегда в порядке, но такой старт на чемпионате мира, Гена, тебя удивляет или нет? Ну скажу честно, удивляет, ну приятно удивляет. Мы с Федей работали на матче против Сенегала, опасались этого соперника, но в общении лично я говорил, что важно начать с победы. И Сенегал не выглядел таким соперником непобедимым. И я, например, в исполнении африканцев не увидел ничего, кроме бесконечных падений и хамских выходок. Молодцы, Япония тактически выученная команда, с ней было сложнее, но браво, браво. Теперь уже можно, с учетом того, кого мы обыграли, почему бы не замахнуться на... Ну ладно, не будем вслух говорить. Мне как-то уделяет всех, потому что все-таки четвертая команда Сенегал, вторая Япония были в этой группе, но я согласен, что приятно. Ну и вот тут самое важное, что хочется поаплодировать игрокам, которые сказали в логическом интервью перед чемпионатом, что все-таки за это время, допустим, с того чемпионата в Москве, команда стала более взрослей. Мы с Феде вчера рассуждали, что, допустим, у японцев стартовый состав, а остальные проседают по уровню. А у нас просто суперровная команда. Понятно, есть Бричтель, который выделяется где-то там, но в остальном, мне кажется, каждый каждого заменяет. Причем, заметим, что вот в первом матче, что вы работали, все голы забили игроки не стартовой четверки. Сергей Иванович, уровень ожиданий сейчас у вас какой на этом турнире? Учитывая, что когда мы выходим в плей-офф, там либо Бразилия сразу, либо Португалия. Две суперкоманды. Бразильцы все уже первые, а Португалия, Амана, ну, вероятно, Португалия. Ну, все равно уровень ожиданий очень большой. И я, ну, на самом деле, глядя на эту команду, глядя на ее путь, который она проделала под руководством Альварада, и как это все происходило на разных турнирах, ну, она просто заслуживает того, чтобы быть как минимум в полуфинале, как минимум, и бороться за медали чемпионата мира. В совокупности и по игре, и по отношению к футболу, к пляжному футболу, по отношению к стране. Я, кстати, вот на один такой момент хочу обратить внимание. Перед началом игры мы смотрим, и ведь практически в один голос, и все это слышно, и все это видно. Люди поют гимн страны. Я бы сказал, не практически, а в один голос. В один голос, все вместе. Единственная сборная, которая выделяется. Я не знаю больше ни одной нашей сборной, ну, вот правда, ни в коем случае не хочу обижать этим, у каждого как бы свое отношение к этому, но вспоминаешь, допустим, тот же, да не только по футболу, любой чемпионат, смотришь, как там итальянцы поют свой гимн, аргентинцы там и все остальные, и, ну, все равно берет какая-то определенная зависть, как. А вот пляжники наши, наши парни, вот они стоят все до единого, поют гимн страны, и ты понимаешь, что они настроены, они готовы свернуть горы. И так оно и получилось. Ну, то есть это все, это совокупность игра и то, что перед игрой, вот это вот отношение к футболу, к стране, ну, правда, это самое классное вот из того, что мы увидели. Ну, кроме результата, естественно. Нас действительно радует многое, но очень радует, что наши пляжники опровергают любые мысли, домыслы о том, что вот белорусы под давлением не умеют показывать результат, да, если мы говорим о игровых сборных, когда чемпионат мира, какое-то ответственное соревнование, либо какие-то решающие матчи, ну, они, во-первых, это опровергали из раза в раз и в квалификациях и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь группа, топовые соперники, которые и один, и другой идут за кубком, по крайней мере, они во всеуслышании об этом заявили и Сенегал, и Япония, и белорусы, в принципе, оба матча контролируют, играют очень здорово, это на самом деле радует. Ну, а что отмечал Сергей Иванович, я бы еще один важный момент отметил. Оттуда, да, есть у нас информация, есть весточки тоже. Очень открытые ребята, наши парни, которые при всем давлении, которое есть, при всех моментах, да, любой готов пообщаться. У нас есть полная информация о том, как у них дела, как песок, я не знаю, там, в ОАЭ, и так далее, и так далее, и так далее. Они в полном контакте с Юрой Вытинковым, который работает, и это, на самом деле, потрясающим образом сказывается. Мы получаем, ну, действительно, очень большой объем информации, в том числе для нашей работы, и болельщикам можем, с болельщиками можем этой информацией поделиться, можем им об этом рассказать. Это круто, на мой взгляд. Юрий, у нас на связи. Юрий, приветствую тебя. Как погода? Я читал, что немножко прохладно, все, плюс 22 всего лишь. Ну да, после твоих минус 30, я согласен, относительно прохладно. Приветствую, ребята, приветствую студию, приветствую наших телезрителей. Я тут немного слушал вот то, что Федя говорил, и во многом действительно так и есть. Парни максимально открыты, и погода действительно немного начинает портиться. Ближе к вечеру поднимается очень сильный ветер, температура падает. Я понимаю, что не мне вам об этом рассказывать, но нужно понимать просто саму атмосферу. Ветер буквально довольно сильный и буквально качает деревья. И даже вчера, когда мы так общались с парнями после игры, был такой разговор, что вот испанцы и португальцы как раз могут показать очень непредсказуемый результат. Не испанцы, португальцы, просто португальцы. Потому что очень ветер сильный, и непредсказуемый результат может быть в игре. Вот примерно то же самое и произошло. Кто-то даже спорил на Сникерс, исходя из погоды, которая была вчера. Сегодня тоже очень непростые условия, и это, возможно, в том числе внесло свои коррективы в результаты сегодняшнего дня. Но это нас, я так понимаю, в меньшей степени интересует. Ну да, мы ждем следующий день, матч против Колумбии. Как ты считаешь, что будет определяющим? Парни говорили, что Колумбия умеет играть в футбол на песке, но не умеет играть в пляжный футбол. Насколько ты согласен с этим утверждением? Вот это сказал Егор Гордецкий, да. К слову об открытости, вот мне нравится то, что наши футболисты честно говорят то, что думают. И, на мой взгляд, это правильное высказывание. Там немного не так было. Там они умеют играть в футбол, но они не умеют играть в футбол на песке. То есть конкретно в пляжный футбол. Посему из сильных сторон, все, кто выделяли, это, конечно, стандарты. Они у нас пока не сильно работают, если не ошибаюсь. Один только Гапон забил. Можно ли считать вот этот удар Бришталя, когда Гроз добивал розыгрышем стандарта, я не совсем понял. Да и Бришталь сам тоже не понял, но во всяком случае сработало. И вот это, не знаю, ребят, кто нам дальше будет завтра комментировать, но это очень важно. Это очень важно, потому что даже сам Бришталь говорил, что Ника настолько петантичен, что они знали заранее, что вот запасной вратарь японцев подставляет руки по волейбольному, и мяч отскочит от него. Именно поэтому Гроз пошел добивать. То есть Артем, вот вчера судачили, я так знаю об этом парне в комментариях, об этом знали, об этом знали, и этот проход был, получается, что наигран. Вопрос можно? Я думаю, что это один из ключевых факторов, которые завтра могут сыграть. Юрий, вопрос от Александра. Я знаю, что будет очень важный вопрос. Нет, Юрий, во-первых, ну я объясню, да, твою фразу «минус 30», но Олег прилетел из Златоуста, а то люди подумают, что там он Дубай прилетел. Веське хорошая погода, да. Я думал, что они прилетели за Олимпиаду, за Спартакиады. Да, во-вторых, ну давай, вот ты сказал про открытый парней, все-таки мне кажется, ну в команде всегда об этом обсуждают. Может быть, ты в курсе, может быть, делились с тобой Оман либо Португалия. Кого вы хотели бы выйти в полуфинале? Вот четверть финала. Вот как раз сегодня на эту тему спрашивал. Парни говорят, что некрасиво в ситуации, в той, в которой оказались, подбирать себе соперника по плей-офф. Они не подбирают, они в любом случае первые в группе. Они не будут, кто выйдет, да? Ну, я понимаю, но выражаются они именно так, то есть я цитирую. Это раз. Во-вторых, прозвучала очень классная фраза, я просто обязан ее сказать, потому что вот я опять-таки слышал спич Сергея Ивановича, и я думаю, что сейчас вам будет что обсудить. Фраза, коль уж мы себя зарекомендовали топ-сборной, мы обязаны, на кого бы мы не выходили, хорошо играть против каждого соперника. Потому что зарекомендовали. Все. Поэтому нет, наверное, переживаний, на кого попадем. Есть просто мысли, как с каждым из команд справляться. Вот так будет правильно. Но нужно уточнение, что разница мячей, главенствующая, еще первое место мы себе не обеспечили. Мы обеспечили выход, но понятно, что Колумбию вполне можем обыграть, способны на это, но опять же нужно учитывать и другую игру. Разница мячей, Саша, это очень большое значение имеет. Ну, я думаю, что там все будет нормально. Там японцы должны зарубиться с Сенегалом. Другого выхода нет, да. Я думаю, что там плюс-минус равная игра будет между японцами и сенегальцами. Ну и разница еще не имеет значения. Парни, извиняюсь, скажу еще про открытость. То, что хотел добавить к Фединому спичу, но не успел. И начал к тому, что действительно холодает. И настолько открытые парни, что когда мы приезжали в первый день записывать, была огромная жара, Ваня Константинов вынес нам воды. Причем вынес в пакете. Я не знаю, насколько можно говорить об этом в трансляциях, или можно говорить об этом в отеле, но это точно можно говорить в рамках нашей программы. Это раз. Во-вторых, когда мы в следующий раз уже приехали записывать после игры, было холодно, было ветвенно. Нам вынесли кофе. Поэтому я не помню просто ни от какой команды, с которой мы работали, за исключением, наверное, некоторых видов спорта, где вот так подходят к соотечественникам. Поэтому нам было очень приятно. Исходя из этого, хочется делать максимально хороший контент и выставлять наших парней в максимально хорошем виде. Ну, наши парни, в принципе, себя и сами, да, в максимально хорошем свете выставляют со всех сторон. И вот это действительно очень классно, это очень круто, это в очередной раз подтверждает, что не только об открытости мы говорим, но окажется, вот так можно. И на чемпионате мира играть, и топ-соперников обыгрывать, и классными людьми еще быть. Я бы еще похвалил Стаб и Нико за то, что разбирают соперников и готовятся конкретно под каждого соперника. Под Сенегал своя тактика, под Японию своя. Молодцы, очень классно работают. Мне кажется, что в этом основа всех победителей. это наша команда. А я бы сказал, Юра, что ты по ту сторону скайпа уже наговорил больше, чем за весь прошлый сезон здесь в студии. Я даже думаю, что тебе ухо пришла такая подсказка. Юра, Юра, ответь, ответь ведущему, потому что мало говорил, ты именно из-за него. Согласен. Я обязательно вернусь, Женя, и мы с тобой это обсудим. Хорошо, тебе важная задача на оставшиеся часть чемпионата мира разобраться в важном вопросе, почему бич-соккер, а не бич-футбол. Да это же просто. Я так понимаю, что это все из Южной Америки. Там футбол во всей Америке это американский футбол, а соккер так называют в Северной и Южной Америке просто футбол. А тут все и пошло, мне кажется. Ну, надо уточнить. Нет, надо все-таки разобраться, потому что плаваешь, плаваешь, Юра. Ну, это догадки, да. Да, Юль, спасибо большое. Я напомню зрителям, что завтра принимают трансляцию на Беларусь 5, 14-20. Не пропустите матч против Колумбии. Евгений. Да, прокомментирует Федор Прошкин, Геннадий Соловей. Михаил Алексеевич, хотел вас спросить, как представители белорусского большого футбола относятся к нашим пряжникам? Отлично. Тоже слежу, переживаю. Поэтому то, что ребята показывают на этом чемпионате, это здорово. И раз мы уже начали говорить там Португалия, либо там другая команда, то на волне этого успеха я думаю, что нашим ребятам им по силам без разницы, кого обыгрывать. Ну, у нас испанский вектор в главной команде страны. В большом футболе. Поэтому будем надеяться, что через энное количество лет вот то же самое будет. Испанский вектор сработает и там. Начинается уже чемпионата мира по футболу. В Италии. Да. На Евролиге и вполне могут повторить, если надо будет. Будем верить, что парни продолжат успешно выступать. Давайте переходить к большому футболу и начнем с Белшины. Михаил Алексеевич, вы когда к нам в последний раз приходили, были на мерке, что уедете в факел. В итоге оказались в Бобруйске. Почему? Ну, сильно углубляться, так скажем, я не хочу. Но по сути получилось так, что не получилось на данный момент уехать. Есть опять-таки определенные на это причины, но, как я сказал выше, как бы не хочется их озвучивать. Ну, а Белшина, в принципе, это, наверное, стандартные такие моменты для тренера. Звонок, приехали, пообщались с руководством города, с директором клуба. То есть, нашли, наверное, общую тему, то есть, как мы будем работать, за счет чего, что хочет клуб, как развиваться. То есть, обсудили, ударили по рукам и вот теперь в Белшине. Вы считаете, что ваша команда будет в этом сезоне фаворитом первой лиги? Ну, я не говорю, что фаворитом, то есть, да, это не секрет, то есть, такой футбольный город, как Бобруйск, имея такую команду, по сути, и должен, наверное, играть в высшей лиге, но для этого мы сегодня там и работаем, собрались. То есть, задача поставлена выйти в высший лиг. Ну, по сути, да. А насколько вот уже сейчас межсезонье завершается, насколько процентов комплектования закончилось? Довольны ли вы им? Ну, в первой лиге чуть попозже же стартует чемпионат. Понятно, все равно комплектование подготовить сезон. Ну, естественно, что комплектование, оно идет все время, но на сегодняшний момент, ну, я думаю, что процентов на 70, наверное, только так вот. Мы еще будем работать над этим. Ну, процентов 70. А проблемы, которые были в Бобруйске, не пугают вас в прошлом году? Потому что и футболисты, и сам Павлов говорил о том, что отношения иногда оставляло желать лучшего. Ну, Волков боятся в лес не ходить, да, всегда... Ну, вам что-нибудь обещали, какие-то гарантии давали? Гарантии, да, ну, наверное, то, что там гарантии, да. Была встреча с руководством, была озвучена задача, была озвучена, что будет поддержка, то есть, все, что мы оговаривали, все это на данный момент, в принципе, и выполняется, никаких претензий нет, никаких проблем нет в этом. Есть, понятно, своего рода определенные какие-то нюансы, да, но пока все делается так, о чем мы договаривались. А в какой футбол собирается играть Белшина в первой лиге? Ну, прям сейчас, прям сейчас будем добавлять болельщиков на трибуны. Ну, футбол такой, который позволит выйти команде в высшую лигу. Отличный ответ, кстати, Сергей Иванович. Да, с балансиром, с выключатый, я немножко... А можно по персоналиям, да, ну, наверное, самая яркая персона, если мы говорим о Белшине сейчас, помимо вас, конечно, Данил Сокол присоединился. Расскажите, тоже, как с ним вели переговоры, знаю, что в аренду он приехал, год практически выпал у него, если так брать, игровую практику. что вообще сказалось или нет? Ну, Данил говорил, что да. Я думаю, что сказалось, потому что у меня в тренерском стабе работает и Ромашов, Артур Валерьевич, да, он, это, по сути, работал с Данилом достаточно многое время, и то, что Артур сегодня со мной, а Сокол был без игровой практики, то есть, ну, естественно, связывались, и понимая, что надо этому молодому талантливому ультарию играть, а не сидеть на скамейке, то есть, поэтому было ему предложено, на что там и с руководством Мозыря, да, обсудили, и сам Даниил захотел, в принципе, вот этой возможностью воспользоваться, и сегодня он с нами, да. А еще варианты есть? Все-таки у вас, наверное, теплые отношения сохранились с руководством Слави, ну да, почему бы не там же рядом 140 километров от Бобруйска, ну, молодежь какую-нибудь в аренду, или там ребят, которые не проходят в состав. Тот же Петренко. Ну, с Петренко я сам лично разговаривал, по большому счету, не один раз, но, насколько я знаю сегодняшнюю информацию, то он уехал в Арсенал, по-моему, сейчас находится в Арсенале, вот, да, теплые отношения, в принципе, наверное, ну, не то, что-то теплые, рабочие отношения со Слави, с руководством Слави остались, но, опять же, там тоже, благодаря руководству, там, футбол, вы знаете, в Мозере всегда любят, в принципе, и там на сегодняшний момент собирается достаточно хорошая, боеспособная команда, и разбрасываться кадрами, там, как бы, отдавать куда-то, или туда, там, я думаю, что никто там не собирается, потому что, надо решать свои задачи, я думаю, они достаточно высокие. По легионерам ведете какие-то переговоры, ну, учтите, что в первой лиге тоже, в принципе. Ну, легионеры, в принципе, в первой лиге не могут играть. Ну, россияне. Россияне, да? Рассматриваем, рассматриваем, конечно, этот вектор тоже, и у нас, и на просмотре люди приезжают, из ближнего зарубежья, так скажем, и есть сегодня, на сегодняшний момент. А уровень какой? Это что, Д3, там, куда вот Горбачик уехал, или какой? Ну, уровень, знаете, тут за уровень говорить, как бы, приезжают футболисты, мы смотрим. В смысле, из какой лиги имею ввиду? Понятно, что это футболисты. Это из молодежных составов. Нет, ну, это и молодые футболисты, вот, и был, вот, недавно, в принципе, парень и постарше, то есть, ну, хороший футболист, все, достаточно квалифицированный, но, к сожалению, его там не устроили финансовые, да, условия, которые мы можем на данный момент предложить. Поэтому мы рассматриваем футболистов тех, которые, ну, как бы это, наверное, не банально звучало, но которые не деньги зарабатывать едут, а условно, может быть, поднять там свою статистику, условно, поднять свой уровень, или возобновить этот свой уровень, то есть, понимаем, поиграть в футбол, так скажем, с целями и задачами. Но вы же мониторите сейчас, я думаю, там конкурентов, кто подписывает кого. Вот, ну, понятно, там мы представляем, там, Макс Лайя, условно, да, тот же Родсор, который будет, конкуренты ваши, а вы, вот, может быть, что мы не знаем, кто там увидели, что сложный бусин. А, отлично? Нет, ну, отлично, знаете, у меня уже был этот опыт, да, когда я со Слави, в принципе, выходили, там тоже были достаточно серьезные соперники, в принципе, это и Белшина, и тот же Энергетик БГУ, да, и всегда есть команда какая-нибудь, такая темная лошадка, да, то есть сегодня, то, что мы мониторим, то, что мы анализируем, то, что мы знаем, по большому счету, это, да, Макс Лайн, это, естественно, это самый главный, наверное, конкурент, молодечно ставит задачу выхода, достаточно хорошая, крепкая команда, судя по трансферной политике, собирается в Бумпроме, да, опять же, можно не забывать про Барановичи, например, они в том году достаточно серьезно выступили, и, учитывая их трансферную политику, она, может быть, сегодня не блещет, но, они выступили хорошо в первой части сезона, ну, опять, но выступили же хорошо, достаточно высокое место заняли, то есть, и вообще, самобыток таких интересных команд, это вот, это же Нива, да, ну, к сожалению, уже не стала командой Жодина-Южная, но это был достаточно крепкий коллектив, и поэтому, ну, первая лига, да, она вообще, волна, да, первая лига, она, по сути, наверное, чем и отличается, что, может быть, там, не в обиду сказано, там, меньше мастерства у футболистов, но то, что желание, да, и достаточно много надо будет бегать в семь, и бороться, может, это факт. А то, и, возможно, и больше матчей будет, как вы к этому относитесь? Ну, то, что больше матчей, я-то, в принципе, и не против, да, как и, наверное, любой футболист скажет, что лучше больше играть, чаще играть, чем там тренироваться, да, то есть, в этом плане, да, но то, что, какой формат этой лиги будет, что там, у меня есть достаточно много вопросов, как по этому, ну, как вот, ну, например, общая заявка, условно, да, у команды первой лиги, то есть, как будут играть, там, могут играть, там, футболисты, там, те же легионеры, условно, да, могут ли они играть, сколько человек может играть, да, продуктирующие, то есть, могут ли играть, игроки основного состава, в каком объеме, то есть, три их, например, или там вся команда, может, то есть, приехала, там, условно, не знаю, кто у нас сегодня, особенно в конце сезона, да, особенно в конце сезона, по календарю, условно, играет Динаминская Верокубка, там, кто-то не играет, спустили, ну, для получения, там, игровой практики, то есть, ну, таких достаточно много интересных моментов, которые надо, ну, наверное, будет собрание, там, руководители будут обсуждать это, потому что, ну, есть вопрос. Давайте переходить сейчас к другим клубам, начнем с Батэ, и сразу посмотрим сюжет, который наша коллега Илья Бакая подготовил, он проанализировал положение дел в стане некогда гегемона нашей страны, а сюжет озвучила Алена Куракин, давайте посмотрим. Борисовский Батэ, последние пять лет жил на инерции былых достижений, победные амбиции оставались, а вот ресурсов для их реализации с каждым сезоном становилось все меньше. Не имея крупных спонсорских вливаний, Андрей Капский продолжал идти по пути, который некогда прокладывал его отец, а именно зарабатывать на новый, гораздо более солидный бюджет за счет прорыва в Еврокубках. Под такую жизненно важную задачу подписывались статусные игроки, а головы тренеров, которые с нею не справлялись, регулярно летели с плеч. О финансовых проблемах Борисовчан в прессе сообщалось неоднократно. Со стороны даже казалось, что подбирая мощный состав для очередного захода в Евроосень, клуб идет ва-банк. К примеру, перед сезоном 2023 совокупная трансферная стоимость Батэ была второй в высшей лиге после «Шахтера», превосходя всех будущих призеров турнира. Однако ставка не сыграла, и нынешний Батэ вынужден принять новую реальность, в которой он больше не является фаворитом. Более того, озвучен курс на омоложение и возвращение воспитанников. По сути, в Борисове затеяли перезагрузку. Руководить этим процессом вызвался Игорь Крюшенко, ранее успешно работавший желто-синими. Мало кто помнит, однако именно под его началом команда в 2007 году остановилась в шаге от попадания в групповой раунд Лиги чемпионов. А сам он неожиданно для всех ушел, так и не доведя свою работу до конца. За него это сделал уже Гончаренко. Новости межсезонья лишь подтвердили опасения болельщиков. Батэ массово распродает лидеров. Кудровец, Бочаров, Концевой, Антелевский, Гречиха, Лаптев, Нечаев и Подстрелов уже готовятся к сезону в новых клубах. Вместо них пришли крепкие и мотивированные игроки, однако полноценно восполнить столь серьезные потери будет нереально. Обновленный Батэ чем-то напоминает Ислач, то есть команду завтрашнего дня, работающую на перспективу. И если Волки в подобном амплуа смотрятся гармонично, то Борисов рискует завязнуть, так и не найдя новую стратегию, подходящую под сложившиеся обстоятельства. Уже сейчас рыночная стоимость основной команды мало чем отличается от середняков, хотя самобытных исполнителей хватает. Чего стоит один Панюков, пошумевший на белорусских полях и за их пределами. Креативную группу дополнят соскучившийся по футболу Никифоренко, универсал Пашевич, умеющий нестандартно сыграть Черноок, а также неожиданное трио из Гомеля в лице опытного Алексеевича и двух возвращенцев Батте, Потапенко и Ануфриева. В этих трансферах наверняка свою роль сыграл Владимир Невинский, поработавший на берегах Сужа и ныне ассистирующий Крюшенко. Если атака худобедно укомплектована, то в обороне может случиться разбаланс, который постоянно подводил Кирилла Ольшевского. Впрочем, раз уж курс на перезагрузку озвучен, сворачивать не имеет смысла. И вопрос, каким предстанет Батте, звучит чуть ли не как главная интрига сезона. Сейчас стоит надеяться, что перед запуском самого успешного проекта в истории белорусского футбола получится удачным. Наверное, это первый сезон за долгое время, когда мы уже не видим Батте перед стартом чемпионата ни на первой позиции, ни в тройке, учитывая кадровые проблемы, не проблемы, состав явно не чемпионский. Если в прошлом году, мне казалось, что как минимум стартовая обойма лучшая в турнире, сейчас таких ожиданий, к сожалению, нет. Как вы относитесь, чего вы ждете от Батте в грядущем чемпионате? Мы, кстати, обсуждали, кто будет там бороться, но Батте не было в этой тройке, когда рассуждали. Если по комплектованию, я только Батте желаю успеха, но на первый взгляд те, кто ушел, пришел, явно в минус. Понятно, что может быть будет ошибка, так сказать, потому что помним мы, к примеру, Брестска и Динам прошлого сезона, как думали, что какая комплектация, а в итоге команда где и была. Но так по именам, смотри, Лаптев ушел, Концевой игрщик вышли, Бочаров ушел, уже этих даже можно вспомнить, ребят, и Кудровец, понятно, ушел московской динаме. Антелевский. Антелевский. Ну, то есть, тут вообще... Плюс-минус считали, практически весь стартовый состав, если глобально брать, да, там и Нечаев, и можно через запятую еще несколько фамилий перечислить. То есть, действительно, потерь очень много. Так Батте в этом смысле не сильно и выделяется на поле остальных команд. Этих потерь много у всех. Так а может быть... Я хочу сказать, что я вот был на Белазовце и наблюдал за игрой Батте, наблюдал за ребятами, там чисто по составу, по фамилии. Ну, мне кажется, не так все плохо у Бориса, вот как сейчас принято говорить. Вот честно, мое впечатление. Опытный тренер, который на самом деле многое прошел, в том числе и с этой командой. Плюс ко всему хватает и опытных ребят на поле. Есть молодые, хорошие там нападающие, тот же Шведчиков. Я не знаю, хватит ли его там на сезон, но сейчас он забивает там почти в каждом товарищеском матче. Поэтому я считаю, что Батте в принципе вполне может за тройку бороться. Смотри, Гена, ты впечатление от игры даешь, допустим, да. Я тоже говорю, что возможно получится. Я же не говорю, что не получится вообще. Но все же осуждают, ушел-пришел. И мы видим, что это минус. Просто эти проблемы есть у всех, согласитесь. У всех просто не такой большой минус. То есть по ушедшим, по крайней мере. Что можно сказать? Значит, Кирилл Петрович при всем уважении исторический шанс упустил в прошлом году. Потому что с таким составом, да, вот и те ребята, которых вы обозначили, нужно было добиваться большего. Тем более варианты были. Но я, кстати, может быть, удивлю кого-то, но Гену поддержу. Вот честно. Я тоже не вычеркивал Батте из борьбы за тройку. Ну слушайте, Рацур Бугу два года назад вел борьбу за тройку. И вот тройку в итоге попал, если уж мы так берем, да, глобально. Если мы говорим о Быслаче в прошлом году, до последнего тура команда тоже вела борьбу за тройку, там тоже проблем хватает, там тоже молодая команда. И я с Геной также согласен, что очень много проблем у всех. Чемпионат ровный, об этом, ну, почти любой скажет. Да, есть три команды, которые выделяются. Но где гарантия, что хотя бы одна из этих трех команд не провалится чемпионат? Федор, вопрос же не в этом, вопрос в другом, что, вот как Женя сказал, обычно 100% в тройку, а там из-за чемпионов. Если вопрос ставить так, то, понятное дело, но мне кажется, это даже в плюс Батте сыграет. То, что команда сейчас не подпитывается какими-то ожиданиями, сверхожиданиями. Обязательно тройка и так далее. И самое важное, сам Игорь Николаевич, он сказал, для нас задача сейчас номер один это построение команды. Мы не думаем про медали, про какую-то борьбу. Хотя, на самом деле, я бы на месте Батте, я, конечно, не тот человек, который должен давать советы руководства Батте и футболистов, и тренеров, сделал бы ставку на кубок. Потому что это самый короткий путь к Еврокубкам. Ну и, соответственно, к деньгам. Хотя там, конечно, Минская Динамо в соперниках. Все может быть. Все может быть, да. В кубке точно все может быть. Да, Геннадий, спасибо. У нас на связи Андрей Потапенко, полузащитник Батте. Андрей, приветствую вас. Мы здесь обсуждали, сможет ли Батте ввязаться в борьбу за тройку. Как вы считаете, по силам ли команде и насколько сейчас вы уже готовы к старту чемпионата? Да, добрый вечер всем. Хочу сказать, что такой клуб, как Батте, всегда должен бороться за тройку. Все-таки это прежде всего имя. Я уже неоднократно говорил, что я думаю, Батте никогда не стоит списывать со счетов. Будь то это молодая команда или опытная. Мы в этом году все еще дадим о себе знать. Поэтому будет очень интересно. Следите. я думаю, этот год будет одним из таких самых интересных чемпионатов и сезонов вообще за последние пять лет. Если касаться вашего перехода в Батте, вашего возвращения в состав Борисовчан, в какой момент поняли, что пора возвращаться домой в Батте? Ну, скажу так, когда уходил из Батте, еще в то время сам себе сказал, что если будет какой-то вариант вернуться, обязательно воспользуюсь этим шансом, потому что все-таки есть какой-то должок, который хочется отдать этому родному клубу, который дал тебе путь в большой футбол. Коллеги, может, что вы там говорите? Андрей, а тебе не припоминают твой гол в ворот Батте на Борисове? Один из самых красивых в прошлом сезоне? Ну, были моменты, когда писали и писали люди про этот гол, но опять-таки повторюсь, что я играл за другой клуб, за другую команду, в которой я выкладывался, так же, как и буду выкладываться и в Батте, но это такой путь, такой путь футболистов, в мировом футболе сколько легенд забивает своему клубу, тоже вот, я помню гол Лемборда, когда он чуть ли не плакал, когда он забивал Челси, поэтому я испытал, скажу, положительные эмоции и думаю, показал своим примером, что все-таки нужно уважать свои корни, где ты вырос, поэтому я думаю, что молодые футболисты правильно поймут меня и будут так же делать. Андрей, приветствую, вопрос, еще один есть, достаточно логичный, у вас такая целая гомельская банда перебралась в Борисов, как там, гомельские связочки работают уже? Здравствуйте. Ну, да, как бы, работают, это некуда, не денется, мы уже долгое время вместе и там, кроме гомельских связочек, еще есть новенькие, тоже интересные, не буду раскрывать тайны, но, да, все ребята, как бы, мы созванивались в период предсезонки, еще на предсезонке отдыха, поэтому знали, что есть такая возможность, что мы окажемся в одной команде, и рады, что так получилось. Андрей, ты уже на фоне многих молодых ребят кажешься достаточно опытным футболистом, вот какую ты дашь оценку молодежи Борисовской, вот тот же Шведчиков, который сейчас многих впечатляет, действительно они могут удивить нас в грядущем сезоне? Ну, да, я скажу, что и Шведчиков, и есть такой парень нескоромный, Никита, то есть они все, да и вообще все очень хорошие ребята, очень воспитанные, организованные, то есть они, я думаю, что если при всем, если при хорошем желании и трудолюбии, если они будут терпеть, а работать, они могут вырасти очень хороших футболистов, вот, они сейчас показывают уже добротный такой уровень, поэтому, я думаю, при доверии тренерского штаба они раскроются и в этом году тоже покажут себя. Андрей, добрый вечер, у меня вопрос, мы тут явно слышали наш небольшой скепсис в отношении Ботена на старте этого сезона, и вы сказали в начале этого разговора, что будете бороться за тройку, а руководство вам оставило задачу в этом сезоне бороться за тройку, либо это ваше внутреннее желание пока? Ну, как в Боте можно думать по-другому, то есть и руководство, и тренерские штабы, футболисты, я думаю, все хотят занимать высокие места как можно выше, поэтому, если ты пришел в Боте, у тебя есть только одно место, я считаю так, не знаю, как остальные, я считаю это так, и я буду выходить на поле, и вся наша команда будет выходить на поле и каждый раз постараться победить, поэтому, по-другому быть не может, мы ради этого играем, ради этого живем, и я думаю, у нас у всех одна мечта. Ну, это опять же, это ваше ощущение, а вот была, может быть, встреча с Андреем Капским, где он озвучил, что наша цель в этом сезоне такая-то, такая-то, или не было? Ну, была, но это лучше у Андрея он тоже, что спрашивать, а не у меня. Спасибо. Андрей, спасибо большое за беседу, желаем удачи и побольше забитых красивых мячей. Спасибо большое. Спасибо большое. Сергей Иванович, хотел у вас спросить, чего ждете от Баты в этом сезоне? Потому что левый фланг как-то много позитива пока дает. Лично для меня это трансферная кампания, ощущение, что провал провалов. Если сравнивать, кто ушел, ну, два против одного, потому что учитывая, кто ушел, кто пришел, качество потеряно очень сильно. А у кого выше качество глобально? У Торпедо, у Минского Динамо, у Брестского Динамо. Кто не сказал, что у Батте качество больше, чем у Торпедо? Нет, подождите, ну, Женя, это не просто сформулируем, мне кажется, потому что у Батте ярко видно, что уровень тех, кто ушел, мы знаем, а вот кто пришел, тяжело. Я уже вторую подряд программу в одной и той же ситуации оказываюсь, но я уже, ну, культурно молчу, то есть, я вроде спрашиваю, ты тут же сразу, бах, ну, я послушаю. Ну, уточнили, 10 минутка твоя, давай. Нет, зачем 10 минутка? Раз стекаем. Я не собираюсь 10 минут говорить. Я просто скажу, что в каждом чемпионате, ну, опять же, не знаю, как можно говорить в отношении Батте, Батте, Борисовского Батте, что будет команда и в каждом переносе мы там перечисляем энергетик, от которого ничего не ждешь, там, или еще какой-то вот клуб. Ну, вот для меня Батте, это как раз-таки тот коллектив, даже несмотря на то, что эта команда называется Батте, это вот как раз-таки тот коллектив, который, вопреки ожиданиям, скептическим ожиданиям некоторых товарищей, может удивить. Приятно удивить. Именно на фоне того, что впервые за долгие годы от Батте никто не ждет борьбы за тройку. Вот на этом фоне Игорь Кривушенко и молодые пацаны Батте могут как раз-таки и сыграть. И этот вопрос по поводу, какую задачу ставил Андрей Капский, мне кажется, само руководство Батте прекрасно понимает, что в кои-то веки и футбольный люд тоже это все прекрасно видит, трансферная кампания явно в минус, но это как раз-таки та ситуация, когда лучше команду не трогать, не накачивать. Пацаны, вы обязаны, вы должны Батте, они сами все прекрасно понимают. И им даже в кайф будет вот таким образом удивить всех. Поэтому разговор о том, что Батте обязательно вмешается в борьбу за медали, ну прямо сейчас, наверное, неправильно вести так разговор. Но то, что эта команда может стать сюрпризом не потому, что это Батте, Борис, а именно потому, что клуб, от которого не ждут многого, ну на мой взгляд, это факт. Ну для меня лично. Поэтому вот как раз-таки рассуждая на тему, будет ли Батте той сюрпризной командой или нет, я больше склоняюсь к тому, что да. Ну Федя, ну вот он произнес эту фразу в кои-то веки, что от Батте никто ничего не ждет, вот такого глобального. Ну вот, собственно говоря, это характеристика. За любым сюрпризом стоит тактика, стратегия, игра, вопрос, понимаете. Так за счет чего? Где вот команда? Кто там может повести за собой? Ну вот я смотрю на обойму сейчас Батте, а там стартовый состав из довольно неплохих футболистов вырисовывается. Да, он слабее, намного слабее, чем в прошлом году. Но мы в прошлом году видели опять же, что у Батте был очень классный стартовый состав, но выпадали люди. Тут игра на несколько фронтов, Еврокубки уехали далеко и надолго, потом перенесенные матчи играли. Все это наложилось, плюс травмы, плюс уходы в середине сезона, и от этих 11 человек к концу сезона мало кто остался. Но давайте отметим, что Батте, какая бы команда ни была, не собрали бы команду, Батте все-таки это бренд, и я вот не буду, может быть, неправильно сравнивать. Вы помните, что игроку Батте принадлежит правду, что от киевского Динамо осталось только имя? Да ладно, с Иссо-чур-сор я бы не сравнил, потому что все-таки к Батте свое отношение. Какая бы там команда ни была, но любой соперник будет настраиваться, как на Батте. Матч Динамо-Батте, да, уже не будет так ситуацией, как раньше, что-то классика там было. Но, может быть, его вопрос, опять же, ну, я просто не собираюсь так останавливать. По поводу того, за счет чего. Ну, для меня первое, это мотивация. Вот именно мотивация. Молодых пацанов. Батте есть сегодня у всех. Мотивация молодых парней доказать, что они действительно уже готовы выйти на высокий уровень, а всей в целом команды Батте доказать, что, ну, вот, вы в нас не верите, а мы это сделаем. Ну, вот, для меня лично, на данный момент именно мотивация. Просто я верю и по составу я считаю, что Батте способен бороться с нормальными силами. а я думаю, что вот это ты правильно сказал и вот Женя правильно заметил. Вот если скомпоновать ваши ответы, ну, матч 2-3, окей, это дистанция. Выпадают, раз, мотивация на весь чемпионат, ну, 30 туров сложно держать эту мотивацию. Если команда, ну, не готова, ну, нет, уровень же определяется качеством футболиста. Ну, я про тройку. То, что Батте там в первой восьмерке будет, я уверен, что он его ниже не опустится. Если за скобки вынести какой-то глобальный провал, вроде вылета, да, давайте вот так скажем, не возьмет Батте медали, боже, ну, будет восьмым, окей, Батте восьмое, состав слабый, и так далее, и так далее, и так далее. Поборется за медали, все скажут, красавцы, молодцы, будут рукоплескать. Без проигрышной ситуации будет. Здесь интересно, конечно, с руководством вообще было бы пообщаться, узнать, какие цели они ставят перед командой, потому что мы видим по всем прошлым сезонам, что явно Андрей Капский хотел здесь и сейчас вернуть в Борисов чемпионство и продолжать играть в Еврокубках. Они пытались это сделать, они собирали хороший состав, но не получалось. И есть ли сейчас в планах шаг назад, чтобы два вперед, либо сейчас просто финансовая ситуация не позволяет комплектоваться сильнее, качественнее. Это тоже большой вопрос. Есть объективная реальность, конечно, с которой надо считаться. Но вот сегодня Баттея может позволить себе таких футболистов. Есть ли стратегия у клуба? Тебе сказали развивать молодых, возвращать своих. А, кстати, стратегии есть. На сколько сезонов это? А это уже как пойдет. Смотри, я просто думаю, что главная задача Андрея Анатольевича, чтобы команда вот этот год нормально прожила. Я не думаю, что в наших реалиях и в тех условиях, в которых Баттея конкретно оказался, можно там на 10 шагов вперед просчитывать что-то. А если она этот год проживет нормально, а почему в следующем станет лучше? Ну, не знаю. Может, еврокопки попадут, например. Выражаясь хоккейным языком, я позволю себе, я тут как раз недавно работал, на хоккее было дело. По-моему, это нормальный вариант, когда команда уходит, команда династия уходит в перестройку. Прекрасный вариант. Да, сейчас ты не борешься за высокие места, ты откатываешься каким-то базовым настройкам, набираешь молодежь, пробуешь их прокачать. Параллельно подписываешь опытных ребят, которые, может быть, где-то меньше востребованы. Воспитанники приходят. А дальше потихонечку двигаются, чем не стратеги. По-моему, в наших реалиях это отличный вариант. И многие клубы начинают двигаться по этому пути, ну, как есть, да. Понятно, что условия диктуют реальность. Ну, и параллель с прошлым сезоном в Борисове напрашивается. Потому что линия атаки, линия полузащиты по людям тоже выглядит более звездно, чем защита. Вратарская линия на этот сезон на три молодых парня. Почему Ходоркевич, Бане, Мартынов, Свидынский. Бане, Бане. Ну, слушай. Бане точно остались? Там уже вроде бы вопросы есть. Ну, вроде как пока, по крайней мере, он с командой. Но если верить, там я слежу за пресс-службой клубной, да, и за материалом, который они периодически поставляют. Бане там везде есть, на видеороликах. Поэтому пока говоришь, что Бане уходит, мы, наверное, не можем. Но я считаю, что это нормальная линия обороны для нашего чемпионата. Бане, у него есть моменты, над которыми стоит работать, но мне кажется, там с точки зрения атлетизма и прочего, он вполне себе неплохой защитник. Ваня, ну ответьте. Ну, мы видели в прошлом сезоне, когда Ходоркевич был в центре защиты, рядом либо Бане, либо Мартынов, либо кто-то другой. И в прошлом сезоне эта линия защиты страдала, когда там был и Жимо, и Нечаев. Сейчас линия защиты, по-моему, стала еще слабее. В полузащите хорошие люди есть. Тот же Пашевич, Никифоренко, Потапенко, Черноок. Пашевич, это тоже защитник фланговый. Вполне себе справа может закрыть. Может справа, может в полузащите играть. Может, Тянуфриев. Ну, впереди, опять же, шестюк Панюков. Панюков в прошлом сезоне себя неплохим форвардом зарекомендовал. Но линия защиты, линия вратарская. Вратарская линия Дергачев, мы его видели в конце прошлого сезона. И большого удовольствия, я думаю, вряд ли, кто испытал от его игры против Минского Динамо той же. Динамо не ошибались? Лопоухов. А сколько Лопоухов спас? Ну, сколько спас? А сколько Дергачев сыграл, давай скажем. Ну, сколько спас? Ну, давай честно, как бы молодой вратарь. Ну, конечно, молодые вратари ошибаются. Это неизбежно. Хорошо, вот команда заходит на сезон. Дергачев, Игнатьев, Скопец. Три вратаря. Дергачев будет основным, судя по всему. Я так понимаю. Если нет, есть Игнатьев, который получил хорошую практику в высшей лиге. Полгода в гомерты играл. Ну, не год назад даже меньше. На тройку команда претендует. Вы опять претендует. Да, лично не о тройке, но состав вполне рабочий у Батте на фоне многих. Просто я хотел донести мысль простую. Не так все плохо у Батте, как нам кажется. Михаил Алексеевич, что вы скажете по Батте? Ну, знаете, опять-таки же были на передаче, когда тот сезон тоже ставили прогнозы, делали. Там понятно, я четко вырисовывал из команды Минска Динамо, да, как я говорил тогда, тот же Неман Гродной, ну и Батте, естественно. Но такой каламбур, то есть сегодня чемпионат такой становится непредсказуемый, предсказуемый, да. То есть, и что касается Батте, его выступления, ну, можно сравнить опять-таки же команды, вот Ислач. Никому не известные ребята в том сезоне, достаточно молодые ребята, там и четвертый, и пятый год играли, и они действительно боролись за третье место, то есть до конца. Да, сегодня по фамилиям условно мы можем говорить, что там Батте ослаб, опять же, пришли ребята из Гомеля достаточно уже сыгранные, опытные, пришли другие там ребята, есть своя, ну, хорошая молодежь, но почему бы не постараться побороться, опять же, за те же места. Никто не будет от них ничего ждать, но навряд ли, что не будут ждать, потому что Батте это есть Батте, и те ребята, которые пришли, они тоже достаточно амбициозные. А учитывая, как я уже сказал, что чемпионат такой непредсказуемый, предсказуемый, то достаточно хороший, крепкий коллектив. И с Ислычу, кстати, пример, по-моему, подходящий, особенно на фоне результата, который дал Радьков, и сколько футболистов потом из Ислыча уехало, мы тоже говорили, ну, команда чуть ли не за выживание будет бороться, Дмитрий Комаровский, опыта нет, да, куча молодых ребят, с которыми вообще знакомились по сезону, а в итоге, если бы в последнем туре они чуть-чуть больше усилий приложили, то были бы бронзовыми призерами. Ну, вот у Ислыча как раз стратегия не первый год вырабатывалась в клубе, и вот они уже, опять же, не первый год добиваются результатов. Давайте прямо сейчас к другой команде перейдем, тем более, несколько раз ее уже упомянули во время обсуждения Баты, это Гомель, который на неделе играл спарринг с Минским Динамо, куда мы наведались и подготовили сюжет. Хорошая игра в исполнении двух команд, в принципе, я удовлетворен всем, что мы делали на поле, но за исключением результата, да, моменты создавали, ну, не забили, но так бывает в футболке. Он был с нами, у него травма. То есть это исключительно? Да, это травма. Я думаю, да, мы работаем над этим. Еще до сезона месяц это все меняется. Сегодня вышли те ребята, ну, плюс еще, естественно, те, кто на просмотре, на кого мы рассчитываем в сезоне. Папаше Назаренко мы искали эту позицию, у нас, вы знаете, ушел Костик Ущинский, мы искали эту позицию человека, появился вариант, мы с ним договорились, вот, а Тимуром и, я уже говорил, как бы процесс такой был не быстрый, его подписание, долго мы решали с ним, и, к счастью, нам удалось его привести. Были долгие переговоры, вышли на меня руководство, тренер, и, да, долго общались, долго обсуждали, и в конечном итоге пришел в Гомель, меня ждали, так что, думаю, будет хорошая, можно сказать, такая работа, проделана, я думаю, хорошая команда, которая будет добиваться высочайших мест в этом сезоне. Он искал какие-то варианты за границей, где-то у него там не срасталось, в большей степени из-за этого. Я рассматривал много вариантов, были разные варианты из России, из Казахстана, из Беларуси, и, наверное, приоритетно был у меня отъезд в Казахстан, но в последний момент там сорвалось все, но вариант с Гомеля я держал в приоритете, если не получится там. И уже с Валерьевичем переговорили, и уже решили, решили, что я приеду сюда. Если честно, еще так много мы не общались, но то, что успели уже пообщаться и насчет тактики. Довольно агрессивную игру выбирает с прессингом. Мне комфортнее играть ближе к нападению, центральный полузащитник, атакующий. Но он рассматривает меня на нескольких позициях, так что не буду пока секретики раскрывать, но я думаю, он проведет плодотворную работу тактическую с командой и сами все увидите. Сегодня он вышел здорово. Мне очень понравилось, как он сегодня играл. Единственное, опять же, выход один в один не исполнил, но его действием сегодня я доволен. Скажу так, что где-то не повезло, где-то мастерство подвело. Как бы эти ошибки надо исправлять, дальше работать над ними, чтобы такие моменты забивать дальше. Вот и все. Я бы не сказал, что я доволен, но осталось, ну как бы, я думаю, немного для того, чтобы прям прийти в оптимальную форму. Но скажу так, что пока на данный момент сам собой недоволен. Он пропустил после Могилева, он болел долго. Он там дней 8 пролежал с температурой. Наверное, сегодня была одна из лучших игровых исполнений. Чувствую хорошо, набираю форму потихоньку. Потому что, ну, понятно, как бы, если по сравнению с Севастополем, тут и уровень сопротивления больше, и нагрузки больше. Ну, набираю потихоньку, стараюсь, как бы, быть в оптимальной форме, к сезону подойти. Он получил травму, и решили не, скажем так, не продолжать просмотр. А с точки зрения игровых качеств? Ну, там тоже были моменты. Что-то нас встраивало, что-то нет. Но наши ребята, они слабее. В моем понимании, легионер все-таки он должен быть сильнее местных ребят. Я уверен, что он за Гомель болел. На сто процентов уверен. Слухов много в последнее время? Я ничего вам по этому поводу не скажу. У меня такая же информация, как у вас. Я думаю, что любая команда белорусская хотела бы видеть Реймонда в своих редакторах. А сезон все рассудит. Конечно, мы тоже переживаем, мы тоже волнуемся, как это все будет работать. Но с большего я доволен комплектованием. Конечно, мы ищем еще позиции, повторюсь. Но те ребята, которые к нам пришли уже, которые подписаны, я уверен, что они нам помогут и усилят нас. Итак, Гомель, который в прошлом сезоне во втором круге смотрелся на старт. С второго круга очень бойко, который в итоге финишировал шестым. Чего ждем от этой команды сейчас? У них, мне кажется, если сравнивать с потерей приобретения, вот как раз большого минуса не наблюдается. Единственный момент, что Адуола, если все-таки он покидает Гомель, то в ноль не получится. Наверное, все-таки в минус. Подожди, но Адуола покидает, но там условно Фаге раскроется еще круче в прошлом сезоне, допустим. Почему нет? Мы же про потери и приобретения. Мне кажется, там нулевой баланс пока, может быть, где-то в минус 0,5, но не такой большой, как у меня не у Батте. Там подписания потихоньку пошли, наверное, если январский месяц рассматривать, все было достаточно грустно. Сейчас все повеселее. Один, другой, третий игрок приходит. В принципе, парни, которых мы знаем как минимум по высшей лиге, либо по выступлениям где-то за рубежом. Мы сейчас поговорим еще о Гомеле, если можно, я тоже минутку буквально времени займу. Важный момент. Пошла. Хорошо, спасибо. Важный момент. Я сам обозвращен. Важный момент с учетом Гомеля, с учетом важности. Сегодня такая дата грустная, конечно. Это год, ровно год, с того момента, как из жизни ушел пресс-секретарь Гомеля, наш большой друг, классный человек, суперпрофессионал своего дела. Вот этих людей мы часто называем незаметными. Болельщики, многие их не знают. Но очень классный парень Дима Родион, потому я просто хотел еще раз об этом моменте вспомнить. Мне кажется, это важно. Я знаю, что это важно для его семьи, для всех ребят, которые с ним были знакомы. Человек, с которым ты общаешься один-два раза, и он прям реально становится для тебя другом. У нас осталась там одна совместная фотка, но при этом человек, который очень глубоко западает в сердце, сложно, тяжело говорить, и просто вот даже не о молчании, еще о чем-то, давайте просто похлопаем ему, я думаю. Он этого заслужил, и он большой-большой молодец. Давайте тогда еще к твоим словам, естественно, присоединяюсь, и вспомню, что сегодня 58 лет могло бы исполниться Анатолию Анатольевичу Капскому. Давай. Поэтому сегодня два вкусных повода. мы, конечно, должны помнить, да. Ну и продолжая тему футбольного клуба Гомеля, Федя, какие у тебя ожидания перед этим сезоном, как тебе их трансферная кампания? Честно говоря, смешанные эмоции я испытываю. Вот опять же, я начал, когда говорил о том, что в январе мы смотрели на состав Гомеля, и казалось, не очень понятно было вообще, кем будет Гомель играть. Вот правда, осталось несколько человек с прошлого сезона, в остальном было сложно, но сейчас... Только бат Т4 забрал. Да, ну сейчас мы наблюдаем за тем, как комплектуется Гомель. В принципе, в каждой линии есть ребята, которые приходят, и я вот так по составу смотрел, тот состав, который с Динамо играл, в принципе, очень даже рабочая команда, и видна рука Горовцова, он продолжает свой футбол строить, и в принципе, с Динамо вот в последнем товарищеском матче, о котором как раз-таки и речь была сейчас, но Гомель очень бодро смотрелся, особенно в первом тайме, да, серьезно. Потому я... Я, в принципе, Гомель тоже могу отнести к команде, которая будет бороться за достаточно высокие позиции. С тройкой будет сложно, но мы можем обо всех так говорить, почему нет? Ну, мне кажется, чемпионат ровный. Главная проблема это фланги атаки, все-таки, Потапенко и Адеола. Ну, судя по всему... И Саша Аныфьев, да? Судя по всему, да, я так понимаю, что и в Динамо, да, Реймонд уходит, ну, по крайней мере, есть такая информация, все-таки, их будет заменить очень сложно. Если про наконечник мы говорим, то там с большего порядка Эфагия плюс Козловский... Там очень большой выбор, плюс Пухов есть, который может впереди играть. Пухов не будет играть на позиции нападающего, судя по всему. Грищенко форму набирает, да, поэтому, ну, посмотрим. В принципе, я согласен, что изначально казалось, что Гомель теряет, 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 но сейчас пошли приобретения. Я считаю, что Назаренко отличная замена Кучинскому, потому что человек с хорошим опытом и везде он выступал на хорошем уровне и в Слуцке, и в Витебске, да, и в Казахстане. Поэтому, ну, посмотрим. Мне кажется, Алексеевича тяжеловато будет заменить, конечно. Все-таки Довыскиба... Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне кажется, ему будет непросто, но я вполне допускаю, что Гомель действительно будет такой хорошей боевой командой, как, в общем-то, и в предыдущем году. Но при этом помним, что часть прошлого сезона из-за травм пропустила Кын, которая, возможно, восстановится и как раз в паре Селинске будет действовать. Он играл в матче против Динамо, во втором тайме выходил. В принципе, тоже одна из опций, скажем так, в центре поля. Но у Гомеля по-прежнему вопросы вызывает, если честно. Ну, я бы не сказал. Почему? Ну, не знаю. Сильнее, на мой взгляд, она не стала, ниже была в прошлом. Ну, почему? Смотри, вернули Зайца. Вернули Зайца. Зайца играл против Динамо. По-моему, хороший матч провел. Плюс есть Рощене, уровень которого мы знаем. Плюс есть Матвеичик, который там при необходимости может сыграть в центре. Плюс есть Егор Тройков, который, в общем-то, тоже уровень держит. Поэтому провалов нет, по-моему. Мне так кажется. Чего вы ждете от Гомеля в этом сезоне? И всегда знаем, что когда Гомель побеждает, там на центральном очень хорошо люди собираются. Будут ли у них поводы в этом сезоне большим составом приходить на стадион? Ну, правильно сказал тренер, что сезон все расставит на свои места. Но, по сути, тоже здесь все правильно, по моему мнению, сказано, что в ноль, где-то в минус пять, если брать Адеолу. То есть, ну, это действительно фигура для Гомеля, в частности, и для белорусского футбола, потому что достаточно ярко себя проявил этот парень. Но у Гомеля всегда была крепкая команда, у Гомеля всегда там какие-то задачи стоят. И я думаю, что будет собираться стадион, вне зависимости даже, может, какой там результат будет, потому что Гомель это тоже суперфутбольный город. И особенно на начало чемпионата. Все главное, чтобы комплектование завершилось достаточно удачно, по мнению Горовцова. Это еще там три-четыре позиции, правильные позиции, что он тоже был отмечен. Но, в моем понимании, это крайне нападающие. Есть же Евгений Барсаков, который набраденулся. И в центре, кстати, сыграть тоже. И на фланге, и в центре. И в Воронеже. Очень универсальный. Это и сегодня достаточно крепкая команда. Плюс стандарты. Поэтому... Да, и Горовцов сказал, что для них еще ничего не завершено. То есть, в последний вот этот месяц перед сезоном приобретений будут. Поэтому, дай бог, все будет хорошо, Гомель. Сергей Иванович. Гомель вообще для меня, как говорят, рубаха-парень. Вот для меня Гомель на предстоящий сезон такая рубаха-команда. То есть, Горовцов не откажется от своей философии. Философия его это активный футбол. И, ну, опять же, тот, который больше мне нравится, это желание играть большую атаку. Это желание играть где-то на встречных курсах, вне зависимости от соперника. Ну, понятно, что где-то подстраиваешься, но все равно. И здесь очень, ну, большой проблемой для Гомеля может стать вот старт сезона. Если вот этот футбол, философия футбольная Андрея Горовцова сработает в плюс, и вот то, что он прививает команде, и это будет давать результат, то, конечно, на дистанции это очень поможет Гомелю. Но если, опять же, с учетом, скажем так, игры, весенней части сезона на искусственных полях, а здесь может не пройти вот эта вот философия, здесь может быть понадобится немножко другой футбол. И если все это превратится в одно, второе, третье поражение, то это может очень сильно придавить команду. то есть в первую очередь Гомель будет зависеть от старта сезона, от результатов на старт сезона. Вот лично для меня то, что футбол будет в исполнении команды Андрея Горовцова, тот, который мы видели во второй части чемпионата, ну, когда он пришел к руководству Гомеля, я в этом не сомневаюсь. Но вот здесь как найти этот баланс между самим футболом и результатом именно на весеннем отрезке сезона, когда больше искусственных полей, вот это вопрос. Главное, без травм. Сделать немножко упор на немножко другой футбол в начале сезона. Не знаю. Все перестроится. Мне почему-то кажется, что, ну, в принципе, это, ну, этот отказ от такой философии не будет. Здесь можно много игроков потерять на спустных полях. Потом сложно будет добирать очки, которые могли набрать, если бы игроки были в составе. История Шкурдюка показательная. Барин, 25 лет преру закончил. Гомель тоже интересен прежде всего не в свете борьбы за медали или какие-то позиции, а в свете игры пришел Горовцов, Гомель стал играть немножко по-другому, да, Гомель стал очень яркой командой. Хотя, честно скажу, и при Владимире Невинском это была веселая команда, за которой было любопытно наблюдать. Просто у Горовцова остался встав еще сильнее. Не будем забывать. какой важный момент. С Горовцова вместе четыре человека еще пришли, примерно. Да, мне очень интересно посмотреть сейчас, как будет Гомель играть после предсезонки. Горовцова после такой достаточно солидной работы, мы понимаем, не только в плане физики, и всего остального, но и в плане тактики. То есть у него было время сейчас с ребятами поговорить, пообщаться. И плюс есть возможность, несмотря на, насколько я понимаю, все-таки достаточно скромные финансовые средства, подобрать состав, который нужен тренеру. По крайней мере, те или иные позиции он может закрыть теми футболистами, которые есть. И это уже будет Гомель Горовцова. В меньшей степени Гомель Невинского, если мы говорим о тех исполнителях, которые есть в наличии. И вот это будет действительно интересно. Вот это классно. Идем дальше. И теперь Брестская Динамо. Мне кажется, что в определенной степени возмутители спокойствия в этом межсезонье. Александр, как вам Брестская Динамо? Каких комплектований при приглашении нового тренера? Ну, вот Брест в плюсе, мне кажется. Ну, комплектования по именам, по крайней мере. Новый тренер тоже, мне кажется, должен дать хороший импульс команде. Мне кажется, что в этом сезоне Брест должен все-таки опроводать авансы, которые были в прошлом сезоне. Топ-5. Сергей Иванович, есть что сказать? Да. Вы знаете, в прошлом сезоне Брест тоже классно комплектовался. Ну, так же, собственно, как и в нынешнем. Лично для меня ключевая фигура, вот на данный момент, ключевая фигура в Брестском Динамо это Александр Борозевич. То есть, вот есть истории, ситуации, я думаю, Михаил подтвердит, что у футболистов есть, у классных футболистов есть такая история найти свою команду. И у тренера тоже бывает такая же история найти свою команду. И вот, если они друг друга найдут, Брестская, Динамо и Александр Борозевич, пошумя, если это будет что-то похожее на старт предыдущего, когда при классном составе, ну, на мой взгляд, просто Игорь Кривушенко и Брестская, Динамо друг друга не нашли. Вот и все. А кем не дали найти друг друга? Ну, опять же, насколько хватит терпения у руководства Брестского Динамо. Причем нормально расставались. Бреста... Лично для меня ключевая фигура вот в нынешнем Брестском Динамо, при том, что там и добавились неплохие игроки, и сохранились опытные, в том числе и Сергей Кисляк, и Михаил Гордеичук, очень важная, ну, то есть вот этот ключевой момент, насколько найдут себя главные тренеры команды, вот насколько они подружатся. Ну, вот интересно, кстати, на Бразевича посмотреть будет Брестском Динамо, потому что, ну, как по мне, пока у него шансов такого не было поработать именно с игроками такого уровня, который будет у Бреста, потому что Смолевича, Слуцк... Ну, Жальгерис, наверное, посерьезнее, чем чемпионат Беларуси. Серьезно? Ну, как ты вот так на словах ты говоришь? а чемпионат Казахстана сильнее Беларусь? Нет, у Бразевича есть одна проблема, о которой он сам кричит практически после каждого матча против Славии, после матча против Славии, после матча против Волны, после турнира, который недавно в Бресте завершился. Нет баланса. Он сказал, что нет баланса, некому отбирать мяч в центре поля, вот такого футболиста нет. А опытные ребята, да, согласен, центр хороший. Время есть, пускай ищут. Ну, пускай ищут, но пока же не нашли никого. Ну, пускай ищут, но плохо ищут, значит. На мой взгляд, Брестская Динамо это команда, в которой действительно много если. Сергей Иванович несколько раз употребил это слово. Реально, очень много если. Если совпадут, если найдут баланс, если пойдет старт. Тогда про любую команду можно сказать. Если молодые игроки, которых пришло много, заиграют и будут на своем уровне играть. Да, они-то все неплохие по потенциалу. Но вопрос, если Бразевич будет готов меняться и в каких-то матчах отказываться от своего витиеватого футбола. Одно дело, когда ты можешь футбол демонстрировать в Слуцке или в Смолевичах, где, да, результат важен, не вылететь из высшей лиги, но тем не менее, все-таки это немножко другая история. Другой вопрос Брестского Динамо. Единственный момент, что в Бресте любят футбол, в Бресте ходят на футбол. И вот такая манера играет. Какой разливатый футбол был с Слуцке и Смолевичем. Ну и давайте узнаем, как ребят футбол в Бресте. Давайте послушаем человека. Артем Рахманов, защитник Брестского Динамо. Артем, приветствую вас. Извините за столь поздний звонок. Насколько вы уже успели адаптироваться к новой команде? Насколько встроятся в структуру? Мустинга, Косарап, интересные ребята у вас в компании. Насколько они уже подходят по стилю вам? Интересный вопрос, насколько они подходят по стилю мне. Тут уже, наверное, вопрос к тренеру. Насколько они подходят по стилю ему. Для меня большинство ребят знакомых, молодые ребята, они в принципе знают, кто я такой. С уважением относятся ко мне. У нас рабочие отношения, уважительные. И в принципе нет никаких проблем. В момент, когда принимали решение, какие факторы повлияли на тот момент, что вы в Бресте? Ну, основной фактор, что Динамо Брест в принципе и в прошлом году хотела меня видеть в своих рядах. Плюс назначение главного тренера. Мы долго ждали, пока вели переговоры, кто будет главным тренером, буду ли я интересен клубу, интересен этому тренеру, чем я смогу помочь команде. Спустя время эти переговоры привели к тому, что я принял решение, что я могу помочь команде, принести пользу этой команде и стать причиной успеха тех же молодых футболистов, которые есть в этой команде. Артем, добрый вечер. Практически год, я так понимаю, были без футбола, по сути, без большого. В каком состоянии сейчас и как себя ощущаете? Готовность какая? Готовность стопроцентная. Несмотря на то, что я не был в профессиональном футболе год, я не уходил из футбола. У меня футбола было, наверное, намного больше, чем когда я был при контракте. То есть это многочисленные игры за высшую любительскую лигу нашу. Я думаю, все знают команду звезд, где и Шитов, Булыга, Слава, Глеб и так далее. Плюс удалось поучаствовать в медийном футболе, посмотреть, что это за турниры. И в принципе, я сам как бы профессионально отношусь к своему здоровью, к своему телу, всегда держу себя в форме. И мне не составило труда войти в предсезонную работу абсолютно готовым к нагрузкам. Артем, добрый вечер. Такой вопрос. Насколько много тактической работы уже сделали за это время? Александр Бразевич не скрывает, что он любитель футбола, условно, в который играет Монсити. Это много коротких передач, много владений и так далее. Много каких-то нюансов в таких футболе. Насколько много теорий в эти месяцы у вас? Пока еще не было такой прям плодотворной теоретической работы, потому что Александр Вячеславович присматривается к реальному потенциалу команды, сможет ли она воплотить все его идеи на поле. Исходя из этого, он в матчах, которые мы уже провели, он использовал различные схемы, различные требования. И я думаю, что уже начиная с этой недели мы будем более детально подходить к подбору схемы и к подбору того видения, которое он хочет от нас. Артем, добрый вечер. Я хотел тоже про тренера у вас спросить. Довелось мне тоже с ним поработать в футбольном клубе. Это было в Речице 2014. И тогда в том сезоне именно коллектив в команде был просто сумасшедший. Реально команда была как семья. И насколько я понимаю по отзывам, в прошлом сезоне в Держинском Арсенале было примерно то же самое. Потому что до сих пор многие очень тепло отзываются о той атмосфере, которая случилась в Держинске. И вот мне хотелось узнать искренне, прививает ли сейчас он что-то похожее в Брестском Динамо. Есть ли там классный коллектив или пока все-таки еще этого нет? Вот честно, если. Ну, если честно, можно так сказать, что когда он приходил, то здесь большая часть игроков была помимо тех игроков, которых он потом приглашал в команду. То есть для главного тренера сейчас задача непростая, потому что не так-то просто с нуля взять и сплотить коллектив на начальном этапе подготовки. Процесс идет, он очень много общается с командой, и контакт есть. Я думаю, что у него не будет с этим никаких проблем, чтобы к чемпионату коллектив подошел к боевой готовности и с позитивным настроем. Ну и много про Брестской Динамо говорят, что есть высококлассные опытные исполнители, такие как вы, Михаил Гордеичев, Сергей Кисляк, Эдгар Олегнович и так далее. Но при этом отмечают и главные тренеры, и специалисты, что не хватает баланса, не хватает как раз людей, которые будут таскать рояль. Как вы видите, проблема ли это действительно, решается ли она сейчас? И кто ее может решить, может быть, за счет внутренних резервов, резервов это реально? Ну, в принципе, у нас очень много молодых и перспективных игроков. По белорусским меркам большая часть из них задействована в молодежной сборной. Это игроки достаточно хорошего уровня, обучаемые, готовые работать, готовые, как вы сказали, таскать рояль, потому что они не зажравшиеся и стремятся, как говорится, к достижениям, к совершенству. И я думаю, что есть из чего выбрать. И у Бразевича достаточно хороший ростер именно из молодых игроков, чтобы создать тот баланс, который необходим. Спасибо. Артем, спасибо большое вам за комментарии, за общение. Удачи, Динамо в сезоне. Пусть все получится. Благодарю. Спасибо. Всех благ. Олег, а у тебя, кстати, хотел спросить, как у человека, который явно с теплотой к Брестскому и Динамо относится, чего ты ждешь от этой команды в этом сезоне и не боишься ли как раз повторения прошлого и почему не будет повторения прошлого сезона, как тебе кажется? Я думаю, что как минимум за пятую позицию, хотя многие говорят, что это не самая лучшая позиция, за четвертую, скажем так, условно проходной веру о кубке Динамо Брест поборется. Мне кажется, что с нынешним составом, с тренером, с опытными игроками все-таки со второй попытки должно выйти хорошо. Но при этом согласитесь, Пуру Бразевича, вот Александр начинал тему, что да, человек неплохую работу проделал в Слуцке, в Смолевичах, но в Белоруссии его как будто не знают как человека, который может работать с топовыми командами. У вас это не смущает? Потому что он с ним не работал еще. Ну только если в первой лиге или за рубежом. Не, ну ты что за человеком? Может быть, он раскроется? Да, то есть как бы мы же судим судим по его предыдущему опыту, правильно? И были хорошие команды, и Слуцк играл вроде бы в интересный футбол, и Смолевича там могли удивить. Но большой коллектив это совсем другое, давай честно. Ну понятно, что это вызов для тренера, амбициозные мужчины, к ним подход, мне кажется, нужен такой особенный. Я просто странно... Ну и сам, вот я буквально секундочку, я просто в Бресте был, общался с Александром Вячеславовичем, он сказал, что для него это очень ответственный период в карьере, очень. И он сам понимает, что это шанс. Может, ты на вопросы отвечаешь, что ты не задал. Любимый свой вопрос, какое руководство стояло? Я не... Руководства-то на тот момент вообще не было, но сам Александр Вячеславович сказал, что, конечно, как минимум, борьба за пятерку, потому что есть условия, есть состав, есть болельщики, есть ожидания. Ну, мне, кстати, нравится, что он не стал говорить там про что-то так, скажем, сложно достижимое, про тройку, еще что-то. Ну, вот пока для Бреста борьба за пятерку, мне кажется, вполне себе осязаемая задача. Ну, и мне кажется, что вот как раз эта команда может стать сюрпризом в этом сезоне. Лишь бы не как в прошлом. Ну, за знаком плюс. В два последних года, да, у Брестского Динамо вопросы возникают, в принципе. Там летом приходится резко доукомплектовываться и пробовать как-то исправить ситуацию, потому вот здесь и есть некоторые опасения, да, как все пойдет, как все сложится. Хотя мы прекрасно понимаем. Я не просто так спрашивал, на самом деле, и о теории, и о футболе Бразевича, мы говорили, да, который любит, но это тренер, которому надо дать поработать, если честно. Потому что вот так сходу такой футбол, который он любит, который он любит ставить, ну, мне кажется, он не появляется. За предсезонку, да? Да, даже за предсезонку, да, даже за половину чемпионата, честно говоря. То есть какие-то проблески, да, какие-то отдельные моменты, да, но если глобально брать, я вот здесь за поступательность. Я, в принципе, если вы как раз таки не дадите соврать, я, в принципе, в любом клубе за какую-то четко видную стратегию и долгосрочность. В любом случае, болельщики особенно, потому что я смотрел матч, например, против Слави, первый их в этой межсезонке, ну, и там, мягко говоря, был неприятно удивлен игрой Брещан, поражение 0-5, и уже тогда болельщики такое количество комментариев выдали, да, что уже чуть ли не пора увольнять тренера. И к этому тоже Александр Вячеславович должен готовиться, что давление будет сумасшедше. Но Брест самый футбольный город в высшей лиге. Михаил Алексеевич, а чего же вы ждете от Брестского Динамо в этом сезоне? И почему, как вам кажется, всего лишь 10-я позиция в прошлом? Ну, здесь все понятно, почему 10-я позиция это действительно, там, провальный старт, где-то там не сошлось, да, 5 поражений на старте. Естественно, достаточно большая потеря очков. Потом, ну, естественно, как смена тренера, новые, так скажем, принципы, новые, там, видения футбола. И все постепенно, постепенно, поэтому, то есть, победы чередовались с поражениями. Там где-то удачные игры, неудачные игры. Опять смена тренера, то есть, ну, три смены тренера за год это достаточно большой удар по команде и по футболистам. Поэтому, по итогу, то, что еще обезопасив себя и заняв это место, то есть это еще нормально, по сути, можно сказать, что выступили. Здесь тоже, в общем, костяк сохранился, плюс пришли достаточно квалифицированные новые футболисты, и теперь у Вячеславовича действительно сложная работа, наверное, одна из самых главных. Это такую химию найти, если мы говорим о балансе каком-то, то есть между тренером и раздевалкой, и какая атмосфера в раздевалке будет. То есть это будет играть большую роль сегодня. Ну и, по сути, для тренера шанс по-новому заявить о себе в белорусском футболе. Ну да. Если добьется больших успехов. Если говорить, что тот футбол, который ставит Бразевич, да, он действительно интересный, он всегда на контроле мяча, и насколько его сложно ставить, опять-таки же, все будет зависеть от уровня исполнителя футболиста, кого он подбирает. Но Артем сказал, что пока присматривается тренер к команде. Чтобы сразу не испугать. Да, значит, пока, судя по всему, он все-таки… Без перегруза пока. Да, все-таки стоит перед выбором, да, вот гнут свою линию или все-таки исходить из того, что у него есть. Нет, ну, тренер давно работает, достаточно опытный тренер со своим видением футбола, поэтому тут только гнут, наверное, свою линию в любом случае. Ну и большая работа над психологией. В прошлый год, да, свои нюансы, тренеры постоянно менялись, но я с кем не разговаривал, а мы, в принципе, со всеми тренерами общались, но каждый отмечал, что с психологией проблемы были большущие. После этих неудач на старте сложно было выравнивать, и никак не удалось поймать серию, ну, хотя бы там три матча удачных, даже не победных, а в принципе, да, где там 3-4 матча, где «Динамо» Брест набирает очки. То есть один матч классный, другой провальный, или в рамках одного матча отрезки совершенно разные. То есть вот весь сезон был такой. И на самом деле вы справедливо отметили костяк-то остался. Понятно, добавились молодые ребята, которые, возможно, эту ситуацию немножко перевернут, и парни вроде Артема Рахманова, который уже многое повидал, но вопрос. Но там просто вопрос, что по ходу сезона даже вот те же игроки говорили, что даже разобраться не могли, почему так плохо все идет. То есть там одно дело, когда ты проблему увидишь, ты можешь повлиять, решить, но там вообще проблемы не видели. Да и старт сезона такой был через матч «Красные карточки», травма «Городиющука» и не пошло. Пять поражений подряд, но это, конечно, бьет. Давайте прямо сейчас немного прервемся в нашем общении и передадим слово Алене Куракиной, которая так же, как и мы, следит за межсезонью белорусского футбола, только делает это в соцсетях вместе с болельщиками. В прошлый раз мы заглядывали в межсезонный лагерь «Минского» и «Брестского Динамо», «Немана», «Торпеда» и «Бате». Сегодня начнем с Гомеля, ведь на неделе подопечный Андрея Горовцова проверяли готовность на команде Вадима Скрипченко. У болельщиков 50 на 50, в зачет отправился первый тайм. Сетовали же нисколько на сам факт поражения, тут как-никак было от кого, скорее на реализацию, без нее никуда. Мне понравился первый тайм, но времени остается, как кот наплакал. И пока непонятно вообще ничего. Ладно, поживем-увидим, но тревожное за этот сезон. Без голов нет побед. И как бы ни играли, хорошо или плохо, в чемпе минус 3 очка. Дайте людям набрать кондиции. Физика тоже играет большую роль. И все у нас получится. Мне лично первый тайм очень даже вкатил. Пристальное внимание к новичкам. Когда проверяют на деле, на первых парах в идеале не сплоховать, ведь доверие форумчан на этой стадии излишне эфемерно. Благо и здесь какой-никакой паритет мнений. На фоне «Динамо» сложно что-то говорить. Эпизодами неплохо. Довыскиба, как всегда, никакой. Зачем его держат в команде уже почти два месяца, непонятно. А вот 24-й номер, Марухин, очень даже хорош. Техничный, смелый, хорошая левая нога. Был заметен. Лично мне понравился. Нужно подписывать. Довыскибу, если подписать, лишним в полузащите точно не будет. По ранним товарникам, наоборот, понравился. Больше Грищенко даже. Кстати, в Гомеле на стадии подписания все в позитивном ключе. Добро пожаловать, только помогайте. Параллельно переживали за мастеровитых старичков. Пухов в Нафтане прилично смотрелся. Но то Нафтан, а это суперклуб. Прилично смотреться в слабом клубе куда сложнее, чем прилично смотреться в суперклубе. Однако. Назаренко, добро пожаловать. Ждем следующего Реймонда. Удачи, Тимур. Считаю, товарищ со скоростью. Ударом, чуйкой гола и момента. Отличное подписание. Только что прочитал, что Деола собирается переходить в славию. Неужели нельзя убедить его остаться в Гомеле? Пока традиционно отмалчивается в комментариях Ислач, настоящее раздолье по этому показателю у Днепра. Могилевчане повышением вдохновлены, но настроены спрашивать по тарифу Х2. Терпели, тяжелая игра дается. А что будет, когда чемпионат начнется? Когда команды в два раза сильнее выйдут в чемпионате? Юркевич кучу ошибок совершает. Почти все голы после его косяков. Глеб Кривцов увереннее действовал. Но уже в Минске на просмотре. Нужен опытный центральный защитник и опорный полузащитник. Иначе с обороной будет беда. За мотивацией и поддержкой к болельщикам славе. Здесь что не пост, то подним на путьте до пожелания. Заключают, чуть поднапрячься и, конечно, все получится. Но, кстати, без пыли в глаза. Все шероховатости на контроле. Банда, конечно, крепкая собралась. Дай бог, чтобы все тренерские задумки реализовались. За четверку должны цепляться. Ну да, слабоваты. Но пока на физике. Посмотрим, что в марте. У «Шахтера», пожалуй, отмотаем к заключению соглашение со Станиславом Суворовым. Здесь максимально лояльные заложники тех же обстоятельств готовы поддержать. Удачи, Стас. Мы с вами и верим, что все по силам. Станислав, вперед и только вперед. Дорогу осилит идущий. Зря, конечно, он принял предложение. Но посмотрим. Удачи. Тем, кто остался, в первую очередь благодарны. А разговоры ведут на перспективу. Ту, где уже не придется начинать новую историю с минусом в графе очки. Один Стас ничего не сделает. Очень много зависит, кто останется из состава. И как эти игроки отнесутся к своему делу на тренировках, на поле и после матчей. Тогда, может, и в пятерку попадете. Ахмеди лучший, доброжелательный человек. Спасибо, что остался. Времени на подготовку все меньше. А значит, сезон все ближе. Терпеливо ждем. Редактор подсказывает, что уже не осталось времени у нас сегодня в эфире, чтобы обсудить Мозорскую славу. Поэтому сделаем это через неделю. Конечно, не только о команде Ивана Бионича поговорим. Еще не все клубы белорусского футбола обсудили. Поэтому на сегодня будем прощаться. Большое всем спасибо за общение. Вам спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Это будет наш последний зимний выпуск в этом сезоне. Значит, скоро весна. Значит, много футбола. Ждем. Пока.